Доб-доб-доб Ответ прост. Завод перестраивался с нуля три раза. Начинал прохождение в травяных полях. Завод 1.0 снес из-за того, что захотел повысить эффективность. Завод версии 2.0 кучал много фпс. Из-за того, что эффективность была повышена, видимо, да? А нет, из-за освещения и плохого дизайна. А вообще не в кайф играть с 20 фпс. Поэтому начал строить демоблоки в Северном лесу. Он мне понравился. Демон хорош вообще. Ничего не могу сказать плохого. Так, что тут у нас там? Ключевые места для посещения. Мегаэлектростанция в Голубом кратере. Производство пластика и резины в Золотом береге. Сам завод в Северном лесу. Обрати внимание на ЖД, по ней доберешься куда угодно. Электростанцию строил без гайдов, только решил заморочиться с генераторами, поэтому построил турбобашню, как у Сатеслаба. Вся экипировка в хабе. Поезда, скорее всего, будут сталкиваться на вокзале. Завод очень похож на завод Сатеслаба. Ну, значит, обозрим еще раз завод Сатеслаба. Чуговый вопрос. Поехали. Так, ну что ж, выходим внаружу и видим выставку достижений народных бегунов. Что-то как-то их жизнь покорежила. А че у меня такая графика странная? Это так глобальное освещение работает? Так, ладно. Значит, что у нас тут есть? Во-первых, у нас тут есть вокзалы, которые сразу бросаются в глаза. Так, и блоки непонятной конструкции. Я уж который раз их встречаю. Даже не знаю, откуда они взялись и как их назвать. Короче, ребят, помогайте. Нам нужно какое-то классное название, потому что блоки встречаются часто, а как их назвать, непонятно. Ты, кто, меня есть, что ли, хочешь? Прыгай сюда. Видали такое? Э? Где вы еще такое увидите? Спорю, я первый человек, который это сделал. Молодец, скат, не подвел меня. Так, так вот, о чем-то я. Так, о чем-то я. А, вот, я о том, да, что нам нужно придумать классное название для вот такой вот типа построения конструкции. Короче, все в комменты, все в комменты, ребята. Давайте мы пролетим вот здесь, потому что это будет крайне залипательно. Особенно с вот этой вот прекрасной зеленой мерцающей подсветочкой. Так, налетим дальше. Летим дальше, птичка. Там много вкусного. Пролетим дальше здесь. Так, теперь у нас здесь есть еще вот такая вот уходящая вдальшина. Скорее всего, вот на те вот блоки непонятной конструкции. Так, а мы сейчас куда-нибудь спустимся-то. Где мое любимое? Когда мы встречаем такие блоки, надо обязательно пролететь вот так, потому что это залипательно. Нет, вот так. Вот так, примерно, надо пролететь, да. Красиво, блин. Шинка. Шинка двухуровневая, да? Да, шинка двухуровневая. Шинка у нас двухуровневая. Здесь вот еще такой блок. Все это у нас на магнитно-левитирующих технологиях. А железная дорога к ним, кстати говоря, прибита гвоздями. Что характерно. Так, сейчас мы как-то, как-то, как-то вот так. О, вот такой вот ракурс сейчас выберем. Вот такой. Ладно, хорошо, даже вот такой. Вот так будет максимальная залипашка. Оп. Есть некая магия в повторяющихся конструкциях, когда они идут одна за одной. Так, общая коподовка вот здесь. Как они загадочно сверкают там. Причем, кстати, часть почему-то не работает. Так. Здесь можно уже полететь вот туда. Так, сейчас как-то вот ракурс только выберем. Вот так вот, наверное, будет. О, вот так. Интересно, эти штуки сверкают почему? А эти штуки сверкают, потому что они просто не прогрузились правильно. Блин, да чё ж красивая игра, зараза. Так, значит, с этим мы разобрались. Разобрались, разобрались, раскидались. Значит, здесь такая же конструкция рядом. Здесь у нас дополнительный, видимо, склад, судя по всему. Да. Здесь склад, с которым можно что-то забрать. Это какая-нибудь ядерная паста, небось, мешается или что-то в этом духе. Дополнительное производство, но оно сделано уже немножко по-другому принципу. Так, вот это вот место, куда у нас уходил шина. Здесь цветным всё ещё раскрашено дополнительно. И ассемблеры находятся. Ассемблеры, и вот она, собственно, шинка. Шинка, кстати говоря, идёт куда-то дальше. А, шинка идёт на четырёхпозиционке дальше. Так. Общий вид раз. Общий вид два. Залипать на вид три. Такие дела, ребята. Так, ладно. Немножечко ускоримся. Немножечко ускоримся, и долетим ещё вот до вот этих вот блоков, которые, впрочем, построены примерно по одному и тому же принципу неизвестной конструкции. Так, здесь мы уже были. Здесь мы уже тоже были. Так. Теперь давайте окинем взором и посмотрим, куда нам ещё можно податься. Нам нужно наметить какой-нибудь ещё объект. И туда двинуть. Я вижу объект вот там. И это очень сильно похоже на турбобашню. О! Общий вид на производство. И скатик. Вот, надо со скатиком обязательно запечатлеть. Так, скатик. Давай, делай красивый кадр. Сделай умное лицо. Всё. Хотя бы один умный персонаж в кадре теперь есть. Можно двигать дальше. Но сначала несколько охрененных индустриальных видов. Просто посмотрите, насколько это классно. О, а вот это не лишнее. Блин, залипательная штука. Может, я один, конечно, залипаю. Но, по-моему, это очень залипательно. Так. Ну, а мы с вами двигаем дальше. Значит, с основного производства мы двигаем куда-то. Так, что там у нас ещё-то есть? Мегаэлектростанции в голубом кратере. Так, голубой кратер — это... Голубой кратер — это где? Что такое голубой кратер? Ладно, мы сейчас пойдём по железной дороге и посмотрим. Я просто знаю голубой кратер, который где-то вот там. Но там, по-моему, ничего нет. Ладно, сейчас всё найдём. Или вот это имеется в виду, как голубой кратер. Ну, мегаэлектростанция, скорее всего, это она. Потому что других электростанций тут, наверное, мега сложно будет найти. Ладно, сейчас посмотрим. Тем более, что здесь везде можно дойти по железной дороге. Поэтому мы просто будем лететь рядом с железной дорогой и смотреть, где тут чего. Тут всякие подъёмы по железной дороге есть. И ветвистые его. Ну, скорее всего, это она. Но и кратер, да, тоже похож. Я, кстати, не знал, что эта штука называется, голубой кратер. Век живи и век учись, что называется. Не, ну, в принципе, действительно голубой, действительно похож на кратер. Хотя я всю жизнь думал, что это грибной биом. Ну, пусть будет голубой кратер. Мне просто надо чем-то вас развлекать, пока мы летим к голубому кратеру. А может быть, даже немножко к грибному биому. Так, это у нас ещё одни блоки непонятной конструкции. Это химическая промышленность, в которой делается топливо. Обычное, не турбо-топливо. Это тут должно мешаться, по идее, турбо-топливо ещё потом. После обычного топлива должно делаться турбо. Так, оно где-то здесь делается? Значит, мы здесь посмотрим. А, да, оно здесь делается. Здесь получается турбо-топливо. И вот такая вот... Вот такая вот... Вот такая вот штука. Вот такая вот. Она очень залипательная внутри. Мы сейчас туда обязательно спустимся. Что мы можем сказать про эту штуку? Что мы узнаем её из тысячи. По словам, по глазам, по голосу. Простите. А то все говорили, зачем ты вставляешь эту вставку из группы корни. Она может многим не нравиться. Чтобы понять, что вам может нравиться, не нравиться, нужен референс. Нужно с чем-то сравнить. Поэтому теперь вы будете благодарить меня за то, что я буду вставлять эту вставку. Так, ладно. А пока вы будете благодарить меня за то, что буду вставлять эту вставку, я сделаю вот так. И мы спустимся вниз. И немножечко залипнем. Потому что это должно быть красиво. Расположенные в рядочек насосы и вот это вот всё, когда ты спускаешься, выглядят крайне залипать. Ещё вот так вот можно сделать. Можно сделать викторину. Угадай, внутри чего ты находишься. Опа. И мы вышли внаружу. Так, это у нас мегатопливная электростанция. Значит, дальше я вижу травяные поля. На травяные поля мы с вами отправимся. На травяные поля мы будем отправляться прикинувшись паровозиком. Здесь у нас есть развязки для паровозиков. Это, видимо, разворотное кольцо для паровозиков, скорее всего. Так, здесь у нас некоторое количество ЖД-шек. Некоторое количество колонн поддержки для этих ЖД-шек. А мы как-то вот так вот, наверное, срежем. Я думаю. Думаю, да? Думаю, да. Так, мегатопливная электростанция в голубом кратере это есть. И производство пластикой резины в золотом береге. А золотой берег это, видимо, западное месторождение. Наверное. Так-так-так. Ну да. Это, скорее всего, западный пляж. Ну ладно. Пойдем на западный пляж, который золотой берег. Ммм. Там что-то висит, смотри-ка. Имперский штурмовик на нас напал. Пойдем посмотрим. Интересная конструкция. Здарова, скатик. Интересно, у тебя будет какое-нибудь функциональное значение когда-нибудь? Какая любопытная штука. Интересно, почему она здесь? И почему она такая? То есть это явно обрывок склада. Такое ощущение, что был скопирован склад с основной этой и перенесен сюда, на всякий случай. Так, а мы идем на золотой берег, который западный пляж. Так, ну что ж, пойдем. Представим, что мы паровозик. И по рельсам и по шпалам полетим дальше. Так, пук-пук-пук-пук-пук. Вот так вот, вот так вот. Нет, поворачиваем. Как закон, послушный паровозик. Едем только так, как надо. Нет, хотя к черту. Мы немножечко срежем. Так, и здесь у нас производство пластика и резины на золотом береге. Сам завод в Северном лесу. Так, сам завод мы уже посмотрели. Мегаэлектростанцию посмотрели. И, соответственно, у нас осталось производство пластика и резины на золотом береге. А он реально называется золотой берег? Так, ну что у нас можно сказать про производство пластика и резины? Что мы здесь можем надыбать себе классных индустриальных пейзажей, во-первых. Смотрите, каких. И сразу все заиграло новыми красками Согласитесь, круто Потому что я точно знал, что здесь будет хорошая повторяемость А хорошая повторяемость и отсутствие макарон дают классные индустриальные пейзажи Так На другой стороне у нас стоят сжигатели Так, про отсутствие макарон я погорячился Это, наверное, прикол такой Ну, потому что это не могло произойти случайно То есть на всем вот этом производстве, конкретно вот в этом месте, сделано вот так Я ставлю на прикол Если бывалый на месте, расскажи, это прикол или так Что-то тебя дернуло Какого-то с левого плеча тебе кто-то шепнул, что конкретно вот в этом месте Надо обязательно сделать вот так Так, еще небольшой пейзажик индустриальный И общий вид на концепцию Я так понимаю, что она чисто прямо отзеркалена одна относительно другой Ну да, она прямо чисто зеркальна Ну нет, не зеркальна она, конечно Она отзеркалена еще и по другой оси заодно Но, тем не менее, некая зеркальность и преемственность присутствуют Так, и сейчас мы сверимся с графиком Да, вроде как на этом все Да, вроде на этом все На этом все, поэтому на этом можно заканчивать Ну что ж, задать какие-то вопросы бывалому и что-нибудь сказать про этот завод Можно, как всегда, в комментариях Это всегда приветствуется, это всегда приятно И от этого зависит, будем ли мы вообще продолжать Или ну его нахрен, это никому не интересно Спасибо тем, кто посмотрел и что можно сказать Оставайтесь на связи Не пропадайте, не теряйтесь Удачи и всего вам доброго А, да, это можно скачать Скачать можно в телеге Как и все остальные сейвы, которые можно скачать Узкоизвестный в широких кругах Строил заводы в игре в Италиях Строил заводы Чужие смотрел В общем, контент делал так, как умел Зритель Внимательный Ловит момент И оставляет правдивый коммент С ним соглашаюсь, конечно, и я Автор не видит порой нибуя